Как не прискорбно, но часто дети актера, получившие славу и известность в детстве, потом плохо заканчивают свою жизнь. Завышенные ожидания, сначала все как в сказке, а потом забвение. Этой роли в фильме Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен, в сценарий изначально не было. Тринадцатилетнего Славу Царева в 1964 году случайно увидел в троллейбусе молодой режиссер фильма, Элим Климов. Деревенский Слава как раз катался зайцем с друзьями. Так была описана встреча, такого лица я не видел. От улыбки удержаться невозможно. Как такого упустить? Думаю, ну раз нет такого персонажа в фильме, надо его придумать. Пригласил на пробы в студию. В то время на площадку привели более трехсот детей, в том числе элитных. Только Слава был один из деревни. В общем, спел «Взвейтесь кострами». Стихотворение рассказал стрекоза и муравей, попрыгал, поплясал. Взяли. Славу записали как мальчик с профилем Гоголя. Были роли в пяти картинах, в том числе играл жулика в фильме «Ташкент. Город хлебный», помощника литейщиков в фильме Андрея Тарковского «Страсти по Андрею», Анчутко в фильме «В тринадцатом часу ночи». Но дальше этого дело не пошло. Следующие 37 лет прожил вполне обыкновенно. Окончил школу, отслужил во флоте три года. По возвращению даже не пытался стать актером, подумал, что не его это. Женился, появился сын, через пять лет развелся. Бедность, алкоголь, физический труд, грузчик в винном магазине, уборщик в психиатрической клинике, продавец мороженого, сторож, дворник. Вячеслав работал на заводе и был обычным среднестатистическим трудягой. В 2001 году на него вышли журналисты и написали статью на целый разворот о том, кем было и чем сейчас занимается мальчик с сачком. Хотя писать-то было особо нечего, выглядит плохо, без зубов, живет у Бова, работает, ухаживает за больной гражданской женой с инвалидностью. Соседи и знакомые отзывались как об очень добром человеке. Славу после этого материала с завода уволил сам директор, как так про какого-то работягу написали в газете, а про него — нет. Вячеслав начал сильно пить, потерял паспорт, стал опускаться. Первый инсульт, вскоре за ним второй. Скончался в 2006 году в возрасте 55 лет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Впереди вас ждет много интересного.